У дорожников тут безотходное производство. Срезанный асфальт пойдет на ямочный ремонт. На улице танкистов начали укладывать новое полотно. Два километра дороги уже готовы. Глава города и секретарь полицовета партии «Единая Россия» приехали лично убедиться в качестве работ. Поэтому городская власть, мы выбрали направление, особо таких вот важных направлений, особенно где убитое уже дорожное покрытие. Поэтому, соответственно, и танкисты попало у нас в разряд, где нужно ремонтировать срочно эту дорогу. По партийному проекту на ремонт саратовских дорог поступило больше 800 миллионов рублей. Почти 60 потратят на танкистов. Ее полностью обновят от Соколовой до Навашина. У нас была практика в прошедшие годы, когда укладывали асфальт, а весной его практически не оставалось. Вот этого ни в коем случае не допустить. Саратовцы не будут теперь ругать? Не будут, нет. Автогреет, качественно делает все. Ну, какие прогнозы? Простоит 100 лет. Фирма-подрядчик уже ремонтировала в Саратове Октябрьскую часть Большогорной, набережную и построила развязку в Юбилейном. Дорожники утверждают, что благодаря современным технологиям полотно прослужит дольше обычного. Сначала проходит дорожная фреза, срезает старый асфальт, выравнивает все. После этого выкладывается выравнивающий слой, и после него идет верхний слой покрытия, по которому мы с вами ездим. Ну, а гарантия 4 года. Совсем новую для саратовских дорог технологию применят для ремонта трамвайных переездов. Там будет литой асфальт, он крепче обычного и не потрескается под тяжестью вагонов. Все работы дорожники обещают закончить до конца октября. Екатерина Савина, Кристина Панченкова, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.